Сейчас вы увидите на экранах обломок ракеты, упавшей на польскую зернослушилку. Это ракета комплекса С-300. Коллеги, покажите, пожалуйста, ее на экране. Средство противоракетной обороны, которое состоит на вооружении вооруженных сил Украины в том числе. Интересно, что передает радио Люблин, что инцидент в Пшеведове произошел в 15.40 на перегрузочных весах. Напомню, что сегодня Россия обстреляла в количестве 100 крылатых ракет территории Украины. И, судя по всему, некоторые ракеты долетели такие до территории Польши. Как реагирует польское правительство? Будет ли применена пятая статья НАТО? Ключевые вопросы этой войны. Давайте рассмотрим их с Лукашем Адамским. Это польский политолог, который прямо сейчас эксклюзивно для канала Freedom вышел с нами на прямую связь. Лукаш, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте добры, поделитесь, пожалуйста, деталями, которые, возможно, в польских СМИ уже проскочили, потому что каждую минуту все обновляется. Что известно на данный момент? Расскажите. Известно, что пока еще неофициальная информация, но источники есть и у журналистов, и у американской разведки. И мои собственные источники это тоже подтверждают, что обломки, ракеты, упали на территорию Польши, убили двое polskих граждан. То есть получается, что из-за российских террорыстических актов во время агрессивной войны России против Украины на территории Польши, страны НАТО, двое польских граждан погибло от удара обломков ракеты. Мы не знаем, если это была российская ракета или, может быть, это какая-то ракета украинских вооруженных сил, которая пыталась сбить российскую ракету. Но это не так принципиально. Важно, что в принципе причиной были российские террористические атакы. Знаем то, что сегодня было уже совещание комитета Совета Министров по безопасности, экстренное совещание. И сейчас в 9 часов полского времени, то есть в 10 часов украинского, будет экстренное совещание Совета Министров. То есть главного, главного органа полской власти. Потому что в Польше власть социально оттечена прежде всего у премьер-министра. Ну и это то, что мы знаем. Что может сейчас быть? Ну, Польша конечно может применить, может сослачаться на статью четвертую, не пятую, Вашингтонского договора о НАТО, то есть на статью, которая говорится, что в случае каких-то инцидентов украшающих без опасности страны члена Альянса. Но каждая из стран может, этого договора, то есть каждая страна НАТО может запотребовать экстренных консультаций. Это еще не статья пятая, которая применяется в случае вооруженной агрессии. Ну, до такого агрессии России против Польши нет. Но это тот инцидент очень серьезный, который будет иметь, конечно, большие последствия. Потому что, ну, я говорю, либо может быть задействована эта статья четвертая, либо дополнительно одно другому не противоречит. Польша может тоже свои собственные мероприятия, какие-то ввести дипломатические. Но тут не секрет, это моё личное мнение, что российский пасоу в Польше, господин Андреев, даже на фоне росыской дипломации являются исключительным мерзотником, мерзавцем и неосталинистой, неосталиновцем. Так что, может быть, будут какие-то дипломатические меры. Я не знаю, но пока еще даже не официально эта информация не подтверждена. Но после совещания правительства, наверное, все агентства, пресс-агентства об этом сообщат. Да, важно сообщить, что американская разведка подтверждает, что российские ракеты как раз пересекали сегодня воздушное пространство Польши. Об этом издание «Европейская правда» сообщает на ссылке американских чиновников в Белом доме. Поэтому, да, конечно, ждем подтверждения от Польши. Я думаю, будет проведено экстренное расследование. Но если американская разведка сообщает такое, значит, уже, наверное, что-то известно. Будем следить. И завтра же, как сообщают СМИ, будет и СовБСОН проведет очередное заседание по Украине, очевидно. Этот вопрос, вопрос Польши, тоже будет поднят. Это, конечно, этот инцидент, он трагический, потому что Польша еще ближе. Сейчас полское общество понимает, что оно еще ближе Украины. И война касается прямо уже Польши. Но это то, что, в принципе, парадоксально некий шанс, чтобы усилить давление на Россию со стороны, прежде всего, тех государств, которые не так прямо поддерживают Украину или стараются сохранить нейтралитет. Потому что тут всем очевидно, что из-за российской агрессии даже страдают граждане страны, которые прямо в конфликте не участвуют. Так что, если украинская, польская дипломатия, американская дипломатия это умело используют, то, возможно, удастся как-то усилить давление на Россию. Но это пока такие мои предположения. Как вы думаете, какие будут итоги вот этого срочного заседания Комитета по обороне и национальной безопасности? А кроме того, что будет проведено расследование, если все-таки эти ракеты окажутся по результатам расследований, выпущенные со стороны России, или, по крайней мере, это будут просто российские ракеты, это будет иметь значение? Это оплошность случайная или умышленная? Или все-таки Польша еще сможет какими-то инструментами, механизмами усилить санкции, усилить какую-то военную поддержку Украины? Как вы думаете, как отреагирует? Давайте немножко наперед забежим. Знаете, государство обязательно как-то отреагирует, потому что это требует общественное мнение. Ну и, так сказать, престиж государства. В таких ситуациях требует каких-то резких реакций. И я так... Ну, это просто... Это известие, оно, что попало в информационную среду час, полтора часа назад. Ну, я старался вспомнить, с чем можно было это сравнить, по крайней мере, в полской истории. И если не учитывать старой мировой войны, ну, это, конечно, абсолютно не сравнимо. Ну, в 38 году был такой инцидент на полско-литовской границе, когда... когда... из-за перестрижки от литовской стороны, ну, было убитых несколько полских солдат. Причем... 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 Польша и Литва тогда не поддерживали дипломатических отношений, ну, виду спора о городе Вильно, Вильнюс. Ну, и тогда Польша потребовала от Литвы либо прекращения таких провокаций и установления нормальных дипломатических отношений, либо даже грозила войной. Конечно, это не сравнимо, потому что, ну, ситуация другая. Ну, я это привел в качестве примера, что государство, ну, в таких ситуациях, оно просто объязано что-то серьезное объявить, предпринять. И, ну, какие будут результаты того, что в составе исчезания? Ну, мне кажется, по крайней мере, что это будет статя четвертая, ну, Вашингтонского договора, я, конечно, не правительство. Ну, Польша вправе сейчас требовать консультации со своими союзниками, что сделать за этим инцидентом. И это конечно то, что будет сигнал для других стран, вне НАТО. И для самой России, что тут это не только Польша, это НАТО. И тут НАТО очень серьезно к этому отнеслось. Плюс, я говорю, ну, дипломатические санкции, хотя еще остаются в расположении полского правительства. Ну, так, ну, в принципе, Польша никаких других отношений торговельных, культурных, уже не имеет от войны, абсолютно никаких. Можно, можно пытащить, как это блокировать дополнительно транспорт. Ну, он же, в Калининград, ну, он же идет, ты сейчас прежде всего моря. Ну, может быть, что это через Литву, ну, не через Польшу. Так что, так что, эти возможности, возможности прямого таких санкций двухсторонных на Россию очень ограничены. Ну, можно еще больше увеличить поддержку Украины. Ну, она и так уже, по крайней мере, с полской стороны не учитывая просто, ну, полский бюджет, она невероятно высокая. Так что, я считаю, что это будет статья четвертая Вашингтонского договора и дипломатические санкции, то есть, высылка каких-то российских дипломатов, а может быть, и посла. Да, в любом случае, будем следить за сообщениями и за итогами, конечно, этих консультаций. Огромное вам спасибо, что оперативно подключились к нашему эфиру. Лукаш Адамский, польский политолог, был с нами на прямой связи. Лукаш Адамский, польский политолог, был с нами на прямой связи.